Добро пожаловать в мои нежные отмороженные булочки, с вами ваша девочка-волшебница Невермор, возвращаемся в наш вот городище Нью-Лондон, который всё ещё жив, несмотря на то, что им управляет Невер. Да, правда у нас в нефтьюне минус 53, поэтому придётся всё-таки ставить вот то, что не хотелось бы ставить, разрывать могилки и всё такое, местные жители будут недовольны, хотя будем откровенны, а кто там будет недоволен, если они все мёртвые, да, нету их. Вот, другое дело, что наши могут болеть, это прям вообще не алё, отношение фракции может понизиться. А что у нас по запасам нефтьюни? Не, ну мы можем скомпенсировать, мы можем скомпенсировать, если у нас тут плюс 23, мы можем маленечко в город из чей набросить. Давайте попробуем так. А, допустим, оставим ноль, потому что метрополия, даже если мы набросим, всё равно не хватит. Зараз, всё равно не хватит, хотя можем выходить в маленький минус, тут 21 кусок уже накопили. А-а-а, давайте чё, давайте чё, давайте минус десятку, в минус десяточку. И будем как-то из этого дела исходить, смотреть чё, куда, куда, зачем. Отправляем, отправляем, так, еды вам хватает, домов у вас немножечко не хватает, хотя вроде всем хватать должно было. Если я вам расширю жилой район, мы где-то написали комментарий, что мол, наверное, вообще настоящий, играет неправильно, и всё такое. Друзья мои перфекционисты, вы должны страдать, вы страдаете, я в этом уверен. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, зачем по ресурсам? Чтобы не застроить нужное-ненужное, здесь у нас добыча-добыча, здесь мы её уже... О, в смысле я её не застроил? Вот это вот я дал. Это же взял и не застроил, как-то я вообще сделал такое. Ладно. Свободные бездельники есть. Тогда чистим тут-тут-тут-тут-тут. Заражённую зону пока не трогаем. Хыдыщ. А потом достроим вам домики. Возвращаясь в основной Нью-Лондонии, мы там остановились на том, что... Вроде бы, вроде бы, вроде бы мы должны исследовать и построить генератора с лишки инжекторов два. А мы это дело исследуем? Конечно же, нет. Потому что, чё было, что мы тогда не построили улучшение генератора, теперь мы его построили? Мы работаем на нефтюне, вот. Мы можем сделать избыточные форсунки генератора. Район для строительства центр, само собой, потому что там наш главный генератор от города. И современная система подачи и распределения избыточного тепла между другими районами стали объектами для их полиэффективной работы. Короче, пригласили местного экзибита, и он нам сделал городячку на прокачку. Вроде бы хорошо, но за кого мы пойдём? Поборники согласны с этой идеей. И Нью Лондонса согласны с этой идеей. То есть, по факту, за кого бы мы ни пошли, при равных бонусах, но, зараза, минус четыре грёбаных ядра. Где мне ядра-то найду? Нет, мы знаем, где мы их найдём, там брать не хочется. Ладно, изучаем за счёт Нью Лондонсов, потому что поборники могут потом и меня снять. Погнала идея. За кончики. Свободное местечко есть. Ну что, продолжаем становиться сенатом? А тайная полиция? Чё это такое? За гражданами будет немножечко следить совсем такой особенный учрежденец, задача которого — нести добро, справедливость и розовыми дубиночками оббивать печёночку. Открывает действие, учредит тайную полицию, позволяющую влиять на численность фракции, степень и участие в деятельности совета. Ну, как бы оставим на вкусное. Вместе с военным положением. Пока что, пока что. Мы возьмём дружину Наместника. Наместник может укреплять рады Стражей, вербуя закалённых бойцов из сообщества. Открывает новое действие, сообщество завербывает дружины, которыми руководит Наместник. Мы, то есть. Дальнейшие дополнительные отряды Стражей. И они будут более эффективны в борьбе с преступностью. Вот мнения-то немножко разделились. И Полтос сомневается. Но мы это дело предложим. И можем даже немножко договориться с нью-лондонцами. Их фракция чуть-чуть просела в просяде. Мне нужно больше, чтобы они меня поддерживали. А, и что вы хотите? Так, здесь вы голосуете за. То мы можем сделать химические теплицы, промтеплицы, где химические питательные вещества. Добавляются в ванны с растениями для ускорения их роста. Вы чего-то этого раньше не делали, серьёзно? Чё-то попутали, наверное, да? Удобрение, это же основа всего. Или же. Привинить действия сообщества Нью-Лондонца и принять их в повесточку. Ну вот, с повесточкой, знаете ли, грустно. Ни одну принимать никогда не хочется. Или утвердить закон о помощи развития города. Все граждане должны вносить свой вклад в производство модулей для расширения... Погодите-ка. Сдается мне, что это уже было. Поэтому мы сейчас можем сделать прям вообще вот тут алю. А остальные голоса доберём просто за счёт того, кто не толераст. Голосуем, кто просит, тот толераст. Пробуем. Давайте, родные. В смысле нет. В смысле нет. Тянем, потянем. Короче, все они толерасты. Своего любимого наместника не любят и не уважают. Вы, собаки, вспомните, кто вам... Детей вопилковый суп добавлял. Вы вспомните, кто вас на морозе почти загревал. Твари, позднее. Вы ведомки, вы ведомки такой, а? О, я их понимаю, что ценю, хвалю и всё такое, а они вот гады, всё. Нимаю вас с благодатных этих урановых шахтажек угольных и отправляю вас в колхозы. Вот все в колхозы пойдёте. Где мои колхозы? Вот мои колхозы. Не эти колхозы. А где мои колхозы? Жилой район. Высотный жилой район. Погодите, погодите. А где мои колхозы? Я должен туда отправить несогласных. Где мои колхозы? Хьюстон. Где мои колхозы? Так, зелёный, синий, синий, зелёный. Ты у нас... Ой, какой дебил, да? Или не дебил? Не, не дебил ещё. Ещё не застроил жилые районы. Вот здесь, пожалуйста, добавните, копните. Тут будет ещё один колхоз. Но всё же. Но всё же. Сурово сугубо бугурчу. Крупнотовающий райончик. 2,7 ляма. Фига, здесь никто не работает. Ага, потому что нам не надо, да? Ладно. Логистика на сон. Логичку. Где мой колхозный район? Почему он не отмечается? Так, чё это такое? Чё это такое? Чё это такое? Чё это такое? Вот, зелёненький, сверху. А у нас всего 2. Грустняво-печальняво, но мы можем достроить. О! Чё, думали, я вас не переиграю, твари? Думали, я вас не заставлю работать и впахивать. На поля. Все на поля. 1400 бездельников, господи. Надо хоть куда-нибудь их пристроить там. А преступность у нас резко растёт. Счастливое заделение страны подойдёт из отряда стражи. Я могу из моих любимых поборников или нилонцев набрать кого-нибудь хорошего. Например, поборники должны быть дерадикализированы. Не-не-не, погодите. Услуги. Можно здесь денег потребовать. Ну, это такое, на крайний случай. Принять их в поездку и отказываемся. Прогресс. Построим машины. Адаптация. Равенство. А-а-а-а. Вот. На восьмой эпизод ДНМ продошло, что это вот варианты, куда мы идём. Мы идём в прогресс. Потому что медитировать и замёрзнуть на морозе за всё хорошее, это такое себе. Ладненько. Дело пошло, дело пошло. Возвращаемся на карту мира. И смотрим, что у нас есть нужда, сколько нам сказали, построить два генератора. Значит, восемь паровых ядер. Нам придётся забрать два ядра. Забрать мудрых женщин к себе. Вернуться позже. Мудрые женщины с ядрами? Без. На то у них женщины. А здесь же, на этот лук здесь мы были. Здесь мы уже поставили аванпост. Он даже что-то приносит. В чумном районе же, зараза такая. В чумном районе. А, собственно, там только население. Там ядер нету. А где ядра? Я сейчас постесняюсь спросить, но мы где-то оставляли такую тую-хучу ядер. Разобрать станцию. Одно ядрко. Так, в беще горящих ключах восстановить. А, кстати говоря. Мы можем восстановить станцию на перевале. Это нам даст не знаю чё. Ну, 200 модулей мы протратим. А давайте. А давайте. На 44 компаса есть. Не, серьёзно, где же ядра находил? Вот были же. На 100-500 были. Ну что, придётся исследовать новые зоны. А это акс, куда нас кривая выводит? Вижу, вот здесь должен быть уголёчек, поэтому сюда экспедицион. Вижу, вот здесь мы уже всё исследовали. А вот здесь вот, ну, буй его знает. Такая, знаете, закрытая горная зона. Измерив скорость ветра утующихся этих горных вершин, имперских геодезисты выбрали несколько мест для строительства генераторов. В том числе и Нью-Лондон, и Винтерхом. О, Винтерхом! Винтерхом, кто его помнит, я его особо не помню, кроме названия, но туда нужно идти. Экспедиция номер два, остается девяточка, ровно ни на что. Ну ладно. Ждём, когда будет всё хорошее. Тэнкс, Нью-Лондоний, Нью-Лондоний. Сколько у нас будет идти исследования? Вот такой вопрос. Два процента медленно. А мной сдохнуть вроде не должны. Давайте на двоечку-троечку. Ща пойдут колхозные мои луга, которые должны расширить наш колхозный район же. Здесь можно тоже... А, здесь мы уже расширили. Печалька. И? Фигали мы на паузе. Что такое? А, вот, митинг-поддержку. Поборники собирают. Поддержку у нас, надеюсь. Наместник. Поборники начали проводить митинги в честь модернизации генератора. А, то есть в честь меня-то. Стройные ряды членов фракции и сторонников заполняют площади города. Расскажите людям, почему вы вышли на митинг, требуют их лидеры с трибун. Мы радеем за прогресс. Мы радеем за генератор. Мы радеем за город. Их энтузиазм побуждает остальных жителей активнее трудиться о благо города. Ну, конечно, у них оружие есть, они как бы официальная власть. Поэтому сложно было бы не вдохновлять. Хотите, чтобы они посвятили речи какой-то теме? Хотим. Можем мобилизировать силовиков. Поборники создадут элитные отряды стражей, которые наместник сможет распоряжаться по своему желанию. Вот, моя деточка. Вот. Рабочек у нас и так хватает. Мы знаем, где найти еще. А элитные отряды стражей за нас? Поборники добровольно наступают в стражу, борются с преступностью. И преступность должна тупо падать, а резко растет. Может, на третий день или на пятый с переходом Гендальфа? Заметно падает. То есть, а резко растет и заметно падает. Когда вместе совмещаются, я не знаю. Но у нас радует, что это совмещается. Дома. Где мы еще не расширили жилой район, скажите, пожалуйста. Потому что мы где-то его не расширили. Вот ты чего? О, выжилой район. Мы его смогем... Чего? Настало больше на два куска людей. Минус 58 жралого. Да, вы ж твари позорные. Где я выселить-то буду? Вы же понимаете, что это вообще не вариант мне, алё. Мы строим последний колхоз. И в последнем колхозе доедаем последний хрен без соли. Даже когда мы его расширим. Минус 58 это просто наша... На 58 дней хватает. О, это же мать-перемать. Нам нужно откуда-то импортировать еду. Иначе все скажут, что Невер отправился и немножечко сделал... А, вот, поразвольте, Невер справился. Как всегда был самый внимательный. Колхоз тебе, колхоз тебе, колхоз тебе, тебе, тебе. И тебе тоже. Всех собаки в колхоз отправлю. А ещё у нас минус... До чёрта температура идёт. Минус 60 на горизонте. Как-то подзабыл я про эту тему. А если я сделаю сейчас страшное? Вот я тупо этого не делал, но вдруг... Вдруг, 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 вот... Вдруг это дело пойдёт. А вдруг я поставлю два исследовательских института? Нет? Не вариант? Не повысится ли скорость наших волшебных исследований? Лучше даже три. Каждый жилый район по институту. Ага, у меня денежек нету. Неудобненько получилось. Ладно. Так, смотрим, видим. 21, 22, 24, 25. Да, девочка, вот это вот наша. Но каждый колхоз по институту. Ну или в каждый район. Каждый куда-то. Куда мы ещё тебя можем впеньюхать? Да, да, господи, не прод район уже. Вот институт. Правы были чуваки в четвертом файлауте. Институт решает вообще все проблемы. Сюда нельзя, сюда нельзя. Вот сюда, шеньки, можно. Здравствуй, родни, лё. И ещё немножко марочками поставим четвёртую. Чё-то я сразу не так думал, что-то. И, главное, не подсказал никто. Never, не тупи, поставь ещё институт. Будет тебе счастье полное. И поставь складные товары. И поставь фильтр с башенным мхом. Вот это, кстати, надо было поставить, потому что мы его как бы должны были сделать давно. 400 рабочей силы, 50 дипломарки. Да, хотя бы на промо-районах, не добывающих, но на больших промках поставим. Они у вас местами граничиваются с жилыми районами. Минус 60 по жилью. Парь, а вот как вы жили до этого? Не расскажите, не хотите. Вот просто вдруг. Просто вдруг. Как-то же вы жили до этого. И вам жилья хватало. Первым резко жилья не хватает. Ну, здесь можно еду поставить. Офига ли, я там еду не поставил? О, потому что у меня еда сейчас за звездой. Ладно. Я застроил природную пищу жил... Я дебил или я дебил? Скажи, я красивый. Повтородная почва. А, не смотри, не застроил красавчики. Хм, сам себе удивлен. Ву, так скорость исследований. Господи, бешеная какая стала. 95. А что, тормозим? Только что бешеная была. 7, 98, 98, 9, соточка. Есть. Тихо. Избыточные форсунки ядра. Нью-Лунда предлагают здание. Исследовать и построить излишки инжекторов. Один из двух. Я стесняюсь спросить, где мы их уже построили. Это, во-первых. Во-вторых, я хочу сделать новое исследование. На тепловые диспетчерские. Потому как без вариантов. Нам реально нужно утепление. А тепловая диспетчерская. 400 рабочей силы. У нас есть такая рабочая сила. Можно будет построить в каждом районе. Хотя бы везде нужно будет строить. И что-то мох-перемох. Башенный мох. Соточка тепломарок сейчас будет. Что за события? Женевье варит. 19 лет повар. Судя по ее виду. Тем, кто говорит, что у нее греча невкусная. Она лично съедает. С таким взглядом у нее добавки никто не просит. Мы любимые разведчики из второго взвода. Я вас ненавижу. Все от вас без ума. Но бы меня не обманешь. Я заметил, как вы смотрели на меня и смеялись, проходя мимо. Говорили на своем языке, чтобы я вас не поняла. Наслаждайтесь домашним паштетом. Потом бегайте по морозу со спущенными штанами. Вы разрешили отправлять подарки разведчикам. Некоторые обиженные граждане решили отомстить. Темп изучения мира слегка снизились на 25 недель. Я сейчас извиняюсь. Как это она там отомстила так резко? И при чем здесь спущенные штаны? Я же надеюсь, что Женевье варит эту девочку. В противном случае мы знаем, как она отомстила. Но это уже не для детей. Окей. Такс, нам нужна логистика, потому что мы добывашечку не можем никуда всунуть. Подрывная выгляжа шахта. Воу, паньки бур. Глубокого плавления. Кстати говоря. Кстати говоря. Куда тебя можно вставить? Оу, тебя можно в добывашку вставить. По-моему, бесконечный район у нас был вот здесь, да? Офига ли, мы туда не можем вставить? Чего говорит, офига ли, мы сюда не можем вставить? Потому что здесь никто ничего не добывает. А, давайте еще попробуем. Не можем. Почему? Что-то довольно странно. Ну ладно. Может, мы там уже вставили, наверное, забыл опять. А, денежка моя дребеденежка. И у нас, кстати, событие на карте мира. Что происходит? Нет, где-то мы что-то нашли. Не здесь, а вот здесь нашли. Разбившийся грузовик. Дорогущая машина для перевозки угля наполовину укрыта снегом. Судя по всему, кто-то вывел из строя навигационное устройство, а карты составлены с ошибками. На одной из сторон машины написано «Не лунацкие пиявки». Чтобы тут не случилось, уголь можно забрать. А зачем? Не, на 50 тысяч угля, конечно, погоду нам сделают. Если мы сможем переключиться назад на уголь. Поэтому забираем. А вот здесь что? Потенциальное поселение. Сразу низко стаи китов замерзли в этой бухте. Куда их догнали последние китобойные суда человечества. Разведчика впечатлила зрелище огромных тел, побелевших из-за облидения. Наконец-то я нашел своего белого кита. Пошутил командир отряда. Но никто не заражал с такого старого мемаса. Много лет назад капитан отправил сюда команду с техникой, чтобы пробурить лед и извлечь китовое мясо. Мы можем забрать технику в Нью-Лондон для помощи шахтерам или отправить туда новую команду, которая закончит начатое дело. Пожалуй, что мы основим аванпост с новой командой. Нужно соединить тропы. Я задам глупейший вопрос. Хватит ли у нас денег на это дело? Нет, мы-то понимаем, что не хватит. Мы до черта понимаем, что не хватит. Сколько сюда нужно? Куда-то не хочешь проходить? У нас дальность еще есть какая-то. Видали вот фигали ранрогали, да? Бздюлины не хватает. Бздюлины. А сколько нам нужно будет марок? А если так, 25 марок. Ну, давай, строй хотя бы сюда до аванпоста, там посмотрим. Дело жгет, дело жгет. Девят нас 1660 народу у нас в Нью-Лондоне. И пять ядер. Вспомнить бы еще куда на кой. Была бы вообще бомба ракета. И помнится, у нас была рыбацкая деревушка, которая, по-моему, приказала долго жить, да? Да, в веточке рыбацкая деревушка закончилась, рыбовых нету. Даже не показывая. Залежи полностью извлечены. Печелька. Ладнюхонько. Следующее исследование идет. Главное, успеет ли. Тащим-то должно успеть. Но сами дисперчерские по сделку не успеем. В смысле пострадал от вандалов? Ответственный район. Ах, вы ж твари позорные. Это ж ваша еда, ваша еда ж, дебилы. Что ж вы делаете-то? Так, а ну-ка посмотрим здесь, что там с района. Итак, нужно пощиняшить. Все отремонтировать за 100 модулей. 100 модулей у нас есть, но, знаете, с натяжкой стала. На минут 56 по домам. Зараза, денег нет, но вы держите счастье, здоровье. Ладно, сейчас тогда они будут дохнуть без домов очень сильно. Поэтому мы че, мы им застроим домишковые. Вот здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Застак с райончиком, будут счастливы, довольны. Высотный жилой район, да, идеально. Можно ускорить исследование, но не стоит. Но не стоит. А, вон, наши что-то нашли. Да, деточка, наши что-то нашли. Итак, че мы нашли? Потенциальное поселение. На территории 11-го аванпоста стоит военный склад, построенный еще до вьюги. Заметьте, давным-давно. В течение многих лет жители этого поселения использовали его материалы и ядра. В какой-то момент они временно поразгласили независимость отнюю Лондона, глупышки. Сейчас склад ясно пустует. Мы можем использовать его как хранилище или оторвать зататки поселения. Так, если мы расширим, то наш склад расширится. Главное, чтобы никто другой в это время не поимел нас немножко в сторону. Делаем. В восстановление создайте тропу. Ох уж нам этих троп гребаных нужно строить, я прям не знаю. Главное, куда и как. А еще сюда наверх не построили тропу. Если я правильно помню. Сможете выйти заранее? А, могут, могут. Смотрите-ка, они могут соединять дорогу с существующей дорогой. Это ключи и изи-пизи. Полтос монета. Других цен вы не знаете, ну? Сына там, ругая, нет? Погружочные станции на высоком перевале. И опытные пещеры от гребанных бескрайних равнинах. А, вон, а чё, как, а чё. Смотри-ка, у нас есть... Горячие ключи, которые нам реально нужны. Проложив тропу, мы снизим заболеваемость. Вот это прям очень сильно нужно. Покажите мне место, которое нам не нужно. Здесь что? Штормовой дозор Нансена. Именно здесь в последний раз видели Фритьёфа. Нансена. Незадолго до начала в юге. Позже капитан прикасал укрепить стены и расширить кладовую. Наши экспедиции смогут использовать эту базу для отдыха и пополнения запасов. Чуть даже... А, присоединить тропу, да? Хватит денег. А, вроде хватит. Ладно. Хотя вот этот маршрут мы соединяем. А, что у нас на стороне Дредноута? Минус 56 по жилью. А, минус 4 по жилью. Нефти пока хватает. И слишком много еды. Сюда идёт импорт с севера. Нью-Ландуни. А, активируйте избыточные форсунки и обеспечьте достаточное количество нефти, чтобы получить излишки тепла. Я бы хотел спросить. Генератор. Избыточные форсунки это форсаж, наверное, да? Мы его активируем, но активируем вот в самую бздюлю, но когда у нас будет минус 50, минус 60. Ибо раньше нефть у нас... Ох ты же, мать, минус 72 в день. А, точнее, на 72 дня оно хватает. Ну, допустим, 20 дней сейчас нужно, потом ещё 30 дней, 50 дней. 60, 70, 80, 90, у нас не хватит нефти. У нас, друзья мои, тупо не хватит нефти, чтобы хотя бы в перспективе увидеть какое-то потепление. Я так напомню, что это минус 72, это по нефти сейчас. Поэтому чё, как бы грустно нам не было, как бы нас ни жмыхало, ни давило. Мы заберём 50 тысяч запаса нефти, но часть рабочих может умереть. Оставим на крайний случай. На совсем крайний. Так, компсы есть, компсы есть. Исследуем вот эту гору. Опасный уровень, но может быть КЦ. Уголёчек. Хорошечно. Так, 838385, 90, а, деточка, что там такое, где происходит? Отсвежу. Реконсервация. Наместник группы учёных и врачей обратилась к нам с просьбой сохранить остатки тела, из которых были извлечены органы. Наука-то не знает границ, а сжигать их после извлечения органов или отдавать родственникам до пустая трата ресурсов. Наступит день, когда у нас будет на кухне дефицит, в смысле, когда мы сможем извлечь из них пользу. Назовём это более обтекаемым. Люди сейчас могут огорчить такое решение, но они, думаю, скажут спасибо за дальновидность. А замораживаем, и доверие падает. Не замораживаем, и доверие падает у поборников. Я думаю, что замораживаем. То есть, как бы, пилигримы меня не любят в любом случае. Но это слабая фракция, 8%. Поборники уже 14. 14 за более 8. Идея такая. А я считаю, что за фигня у вас происходит здесь? А, чертов знает. Висит в жёлтой, значит, хорошо. 92, давай. 94, 95, 96. И мы поставим новые тепловые диспетчерские. 99-соточка. Есть. Диаточка есть. 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 Угольная шахта, промышленный центр. Вот. Задочные форсунки генератора. А мы тебе уже поставили. М-м-м-м-м. М-м-м-м. Чёрт тебя знает. Жильё. Следовательский институт. Тепловые диспетчерские. Нужно 400 рабочей силы. Я могу снять это с добычи всякого разного. Скажем, у вас вот этот район пока нам не нужен. Ну, а где люди? Только что была тонна незанятых людей, куда они девались. А, ладно, съедай с ними. М-м-м. Так, институт, институт. В институт, кстати, тоже много народу пошло. А, еда, 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 еда. Нам нужно 400. Ну, давай, вздюленный всё равно Плюся. Унц. Где мои тепловые диспетчерские? Тепловые диспетчерские. Зараза такая. Центр управления распределением тепла, где команда техников следит за отоплением районов, оптимизирует его повышенную выходную силу. А жилые или промышленные? Промышленные или жилые? Я так думаю, что жилые важнее. А, в жилых мы не поставим. Хм, что-то довольно странно. Так, да, наверное, жрательные или вообще самые большие поставки. Пожалуй, что поставим в промку и начнём вставить. Вот так вот. И посмотрим, что там будет по теплу. Сейчас у нас минус 68 по нефти. Да, новое исследование, новое исследование я должен запустить. Итак, что у нас есть? Энергоэффективность, пищу, тепломарок не хватает. Улучшение генератора 3 нужно, предыдущее улучшение, чтобы это сделать. А что мы там получили? Избычные форсурки. Да, вот это мы не построили. Нуль из одного. Будем сейчас поискать. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Скажи, пожалуйста, что ты меня сейчас снизишь. Хотя бы вдвое потребление тепла. Или той же нефти. Было минус 68 по нефти, стало минус 64. Бесполезное исследование в масштабе одного района. Так, 100 марочек есть, 100 марочек есть. Энергоэффективность, пища. Хотя погодите. Ресурсы, морозные земли, пила, рамы, фабрики, фабрики, пункты сбора отходов. Что-то из этого должно надавать какой-то профит. Вопрос, что из этого? Город. Обязанности по содержанию, премии за выработку, жилой корпус. Вот ты, например. Субсидируемый жилой корпус. Район для строительства, пищи, добычи, промышленности, логистика, жилье. Многоэтажка обеспечивает жильем основными и удобствами рабочих и их семьи за счет города. А те поступающие тепломарочки на минус 1. Спрос на рабочую силу полтос. 20 жиле дают. Их нужно будет построить чертову тонну. Центры, вот че. Банковский воздушно-транспортный центр скорой медпомощи. Вот это вот, наверное, надо. Мы в медицину не вкладывались от слова вообще совсем. Все согласны с этой идеей. Даже отморозки и пилигримы. Скопление модульных лечебных отделений, где пациенты из ближайших районов могут быстро оказать помощь. 20 материалов, 25 тепло. Средство заболеваемости в средних жилых районах снизилось. Тотка 80-80. Прежде бы дешево, но зараза. Тут прям, не знаю, в комментариях писали, что не понравилась игра некоторым отдельным людям. Что-то вроде бы как не так. Типа не то. Я согласен, это совершенно другая игра по сравнению с базовым фростпанком. Тут расширено в разы, в разы, в разы. Ну, как от себя, порог хождения просто, ну, вы знаете, кто такой Невер, да, его дружба со стратегией с строительством. Если Невер в это дело вошел и понравился, то вам уже с головой понравится. Апеллорам для безобработки. Режут материалы, обрабатывают, ускорят процесс. Заболеваемость растет. А у вас есть что-нибудь без роста заболеваемости? Хм. И плечки в колхозах. Заболеваемость тоже растет. Хм. Пункты сбора отходов. Тут вообще ничего не может дать. Во, разруха резко падает. Немножко больше потребностей плея. В промрайоне можно построить. Извлекая за полезные материалы, минус одно ядро. Засрань какая. Не. На изучение этого дерева технологии нужно как-то отдельно вообще делать. И отопление поселения, чтобы следует дойти к глядову при свозобии за колду. Ага. Это ветка пилигримов, но мы по ней не пошли. Черти воздрали. Энергоэффективность пищи. Минусов нету, одни плюсы. Проведем это дело через ню... А. А. Так ню нюлона за ню попорников нет этого... Так без балды пройдем через пилигримов, будут меня любить больше. База потребностей плепрод района взаимодо снизится. Значит, за счет, значит, с нефтью не будет требоваться меньше. И проверяем самое важное. Центра. Нам нужно 300 дипломарок, 150 модулей. Я думаю, что мы сейчас накрафтим это дело. Как-никак, мы должны сделать. Ускорились. И здравствуйте, минус 40. Точнее, подавите, минус 40 у нас уже, минус 50, ох ты ж мать. Хотя, смотри-ка, снизил потребление в тепле. Неплохо, неплохо. Хватит на 48 недель нефти. Нам еще форсаж врубать. Нам же еще, зараза, форсаж врубать. Ммм, какая боль, какая боль. Так, соточка по исследованию зашла. Вот, есть, зашла. А что мы нашли? Во-первых, митингующий поборник выдвигает идеи. Наместник. Поборники начали устраивать свои митинги в новом районе. На последнем собрании они представили новый проект, целью которого является новый принцип труда. Они разработали законопроект помощники машин и представили его жителям города. Мы проделали всю работу. Наместник должен теперь выставить этот проект на голосование. И обратились к нам с просьбой поддержать закон. Вот почему тут опция пообещать принять это дело? Я могу пообещать пообещать это дело. Но черт с вами. А что нам это даст? Машины возьмут на себя тяжелый ручной труд. Предприятие будет оптимизировано для машин и рабочий станут обслуживающим персоналом. Адепт с механикой спахнула. Во славу Амнисии. Офига ли бы и нет. Почему нет? А почему нет? Я... Я-я-я-я не могу принять это дело. За фигня. Ах, Юстин, у нас махонька проблема. Мы не можем это дело принять, потому что мы не можем это дело принять. Сейчас будет бу-бу-унт. А, да, чуваки, позже. Так, чуть-чуть-чуть-чуть позже. Ну, прям не сразу, но потом. Здесь что? Руины Теслаграда. Во, где он был. На это, думаю, где же Теслаград завалялся? Возвращающаяся руина города, когда-то известного своими чудесными технологиями, из этого места считается, что все гиблым, за годы вынесли все ценное, но разведчики нашли нетронутый зал. Там стоит механическое вычислительное устройство, называется Электроника 5, работающая от любви на нефтяного преобразователя, а, пардонте, у Электроника 6. Машина работает по сей день, но никто не знает, какие расчеты она ведет. Это отсылка на бесконечную машину в Стелларисе, да? Возможно. Мы можем забрать преобразователя, воссоздать его в городе Нью-Лондон, включив устройство, либо направить ученых, чтобы они ускорили исследование с помощью этой машины. Но, если вы его разберете, не факт, что вы его соберете. А 50 тысяч угля нам как бы тоже не алло. А поэтому мы создадим следовательское ванпост. Нас вполне устроит. Призадим им труппы. Зараза, ну вот такой бездюлины не хватает, короче. Давай сюда. Вот поближе к городу, подальше от деревни. А где наши еще бродят? Где наши еще бродят? Вот где наши бродят. На горном перевале, номер 25. А шахта капитана? Звучит двусмысленно. Капитан лично приказал выкопать эту шахту, выдолбить ее просто во все щели. Когда запасы у клявни и лонда не начали иссякать. Но поспешно продолжая проложенную тропу, завело время Бурана. Шахтеры поставили прощальное послание своим родным на стенах Штольни. Мы можем поставить аванпост... 200 угля там. Точнее, 210. Тысяч. Ладно. Потом запомним. Таинственные башни. На вершинах этих пиков можно увидеть высокие башни. Постоянный ветер и разрушающиеся ледники окружили это место и мешают дальнейшей разведке. Наши разведчики заметили, что некоторые тоннели, начинающиеся от Теслаграда, тянутся в эту сторону. Мы можем снарядить экспедицию, вода собрать и под землей, но требуется три сморозных компасов. Вернемся позже. Вернемся позже. Сейчас следуем что-то дальше. Куда нам еще нужно? Насколько мы далеко от края... Мы все еще далеко от края карты, я вам скажу. Очень далеко. Бать! Я прям чувствую, что зря мы сюда пойдем, поэтому мы сюда не пойдем. Можно что-нибудь за 10 компасов там или за 15, нет? Нет, только за 20. А, нет, есть за 10. Кладбище. Такое, знаете, оптимистичное название. В этом районе много старых затонувших кораблей, принесенных неизвестными морскими течениями, а потому раздавленных в смятку накатанными голубыми льда. Мало кто смелится отступить в это опасное место. Не дурнее дурных, пошли бегом. Принятие правила помощи в развитии города. А, все-таки мы правила не приняли по... А у нее лондончики по... Пардон, сейчас примем. Выживание. Так, это который вот город? А-а-а, мы уже приняли помощь в поддержке экспедиций. Пошли собаки-барабаки. Экспедиция снизится. Осмотр теплотрассы, освобождение от работы. Силе поддержкой экспедиции. Это что бы написали, кто это выдвинул? А что ж с тобой? Модули на сейчас будут нужны немножко больше. Предлагаем. Голосуем. А если не пройдет, то вообще не моя беда печаль. Эти-сати-сани-матис. Зараза, приняли. Вот когда мы с тобой личного любимого капитана голосовали, так сразу нет. Ну, зато дали ачивку. А нет окончательного плана. Изменить политику одну на другую, а затем снова принять предыдущую. А, я эту политику уже третий раз меняю. Вот это вот дали, это молодцы. А кто-то будет недовольный. Энергофикадность пищи мы вообще... А, 67% хорошечно, не отменяем. В процессе. И нам нужно новое жилье. Еще один жилей район. Жилей район. Жилей. Кого из вас мы не расширяли? Тебя. Хыдыщ. А там, зараза, не расчищена. Можно было бы соединить красиво, по красоте. Есть такое. Погнали. А, здравствуй, минус 50, но не шпеха на слишком сильно. Ммм, Ю-Окс, брюш, удвоите стартовые темпы исследований. Фигали? Только сейчас? Мы давным-давно построили кучу институтов. Чё за фигня? Кажем, не самое важное. Ммм, генераторной фасольки 300 тепломарок. Да засрань, что такая. Ну, прям близенько же, ну, близенько же. Ну, прям рядышком, вот вообще. Так, тихо, тихо, тихо. Селекция культур. Во-во-во-во. И сразу потребление нефти на минус 22 упало. Ух, ты ж моя дедушка какая-то прекрасная. Теперь мы, знаете, что исследуем? Давно стоило исследовать. Чтобы забрать эти 50 тонн нефти. Сотни просто тысяч нефти. Став разведчиков. Ну, вот его мы исследуем. Его мы не исследуем. Нам нужны тепломарки вниз сюда. О-о-о-о. Денегов надо больше. Может, у кого-то заём взять? Поборники меня любят. Зазеление лоноц там. Задолжиться у них деньгами. Какие? Можно это? Финансировать проекты, полезные для этого сообщества. Чем выше его численность, тем больше расходов тепломарок. Да, в-в-в-в. Это вы мне, пожалуйста. Отношения ухудшатся. Преданность есть, рвения нет. Нельзя у них брать деньги. Так, 300 тепломарочек есть. Здравствуй, родная. Мы готовы построиться. Избыточные фасунки генератора. Шпынь. Давай, до-до-до-до-морозов, до-морозов, 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 до-морозов. Где-то сломался автоматончик. Вот это плохо. Надо что-то решать с разрухой. Иначе будет полная жопа боль. Есть такой, есть такой. Я всё ещё не построил склады, но... А, не, построил всё нормально. Или мы их проедаем. Итак, стактируйте избыточные фасунки, обеспечьте достаточное количество нефти, чтобы получить излишки тепла. Ну, пока у нас есть нефть. Что самое смешное? Кстати, погодите. Мы можем и следовать получить больше нефти. Центры. Бойцовские обслуживания, наблюдения, железнодорожные станции, не-не-не. Морозные земли, штаб разведчиков. Что нам стоит дом построить? Полтос монет. Ну, как-то должны сдерживать. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Не хочу запускать прямо сейчас. Иначе это двинь главный квест. А подходящие инструменты? Наместник. Некоторые работники сферы услуг, помогающие в добыче сырья, просят обеспечить их более удобным. Это какой-то бред. Мы ковыряем грязь голыми руками. А техника стоит без дела, пожаловал один волонтёр. Рабочие занялись добычей, полная смена. Не рады этой идее. Для безопасной работы, из-за техники, нужны знания и навыки, которых у дилетантов нет. Заявил мастер, давно работающий с отбойным молотком. Разрешим ли мы волонтёрам браться за профессиональные инструменты? Мы уже один раз взрывную шахту поставили. Помните, что было? Помните, что было? Но если мы откажем, то нейлонцы и попорники нас по головке не погладят, ни по одной из. Гибель людей. Ну, я смогу с этим жить. Вот с минус 50, минус 79 нефти, вот не очень смогу. Хватит на 23 недели. А он 22 недели, тоже мало. Сейчас посмотрим, что она будет стоить поиметь кучу. На, стало больше обитатов. А как вы плодитесь-то, господи? Так, центр, центр, центр. Центр мы исследовали или не исследовали? Нефтьюня. Штаб разведчиков нужно не только исследовать, нужно его ещё и построить. Если бы я был штаба разведчиков, а логистический центр штаба выживальщиков, сюда ты не влазишь. А сюда влазишь. У меня возникла такая странная мысль, что не все улучшения одинаково полезны. Хуже того, не все улучшения одинаково строятся. В одном районе. Ещё-ещё страшнее не все влезут. Так, короче, наша стабильная температура теперь минус 50. Сейчас будет минус 60, потом будет минус 50. Нефти нет, но выдержите. Счастья вам, здоровья. 85 человек были отбиты и ограблены. Ладненько. Расширяем наши возможности. Хотя штаб разведчиков надо было исследовать через кого-то, кого-то. Блин, скидом, надо было штаб разведчиков и следовать не выживальщиков. Ну, вот это я махнул дело. Вот это махнул. Ухрана, отмена. Пожалуйста. Как это, где это? Логистический райончик. Да, мы хотим к звездам убрать это новострой. Он нам здесь вообще абсолютно не нужен. 6 из 10. Штаб вызывальщиков. Да, к звездам я его построил. Пускай будет. Пускай будет. Штаб разведчика построим на северной. На будущее нужно помнить, что разные вещи. Попорники расширяют охват митингов. На месте невозушевленной вашей поддержки попорники включили еще один район в сферу своего влияния. Их члены стоят... Да, на этой фразе на вразовеке их члены стоят на каждом перекрестке. Вон, а что тут продолжение есть. Переводчик зачет. И переводит регулярные собрания с каждым центральной части района. Они вновь спрашивают, какие действия следуют предпринимать, чтобы помочь городу. Что мы им ответим? А... Попорники должны собирать средства для городского бюджета. Две тепломарки, Карл. Больше работников. Но у нас так 1200 сейчас работников. Мобилизируем силовичков. Вы что, гробить, грабить и все такое? Так, а что происходит на морозных землях-то? И мы можем дорожники построить. Вот что самое главное. Слушайте. Получить дозу требуется отряда стража 30. Использовать источник, горячие ключи, где-то на равнинах. Старый дирижабль. Не то. По-моему, мы должны следовать немножко дальше. Как это называется? Горный хребет и равнины. Вот. Сюда экспедицию. И там что-то восстановить нужно. И сюда тоже. Что мы уже нашли? Что мы уже нашли? Что мы уже нашли? Что мы уже нашли? Имперский грузовой корабль. Ломки огромного грузового корабля цветами флага Старой Империи. Это единственное судно, которое развернуто не носом в веревую, а проще от него. Вероятно, он согнулся с другим кораблем и частично затонуло. К счастью, он поверхность удачет достаточно большая часть, где можно найти что-нибудь ценное. Ох ты ж мать, аванпост на материалы. Я вас услышал, запомнил. Королевский флот. Мы обнаружили затонувший корабль, который лежал на боку, заключенный в огромную глобу льда. На корме справа борта с трудом виднелось его название. Атланта. Аталанта даже. Мы не могли попасть внутрь, но заметили рваную дыру в башинном отделении. Внутри столько груда, просто угля лежит. Это место сильно встревожило разведчиков. Мы заметили, что рядом с обломками судна наше компас веду себя очень даже странно. Здесь лучше не задерживаться. 50 тысяч угля на халяву забираем. Не знаю, куда мы забираем. Так, да, старый дредноут, кстати. Что у вас там? Минус 91. Вы замерзнете. 14 недель. Но не сразу. Но замерзнете. Но не сразу. Но замерзнете. Черт его знает. Здесь сколько нефти? 14 недель. А у нас всего 14 недель. Не, погодите. На нефтяных полях должно быть больше. Минус 31. Сколько недель? 77 недель. А это не замерзнут. А эти с профицитом это все хорошо. Все-то один. Давай, рыбная. Мы сейчас достроим этот чертов центр и заберем нормально нефть. В стабильных количествах. Вот. Штаб разведчиков. То, что нам нужно. Который мы можем поставить ровным счетом нигде. Печалька. Так, чубы мои чумбеты. Это здание мы сносим. Только это. Да. И на его место мы сейчас поставим. По красоте. Хыч... Вот тот самый штаб разведчиков, который нам нужен. Стаб разведчиков. Шпынь. За педали запустили. Добавлящий район построил от рук вандалов. Что вы вандалы такие? Засранцы. Куда побороньки смотрят еще? Я не понял. Все, тебя запустили, тебя построили. Скажи мне нефть. Ты мне дашь себя большим количеством, чем 50 тысяч? Я в тебя вложил сотни денег. Поможем от район пианистов требуется 5 морозных отрядов. Да, сейчас освободятся с разведки. Нам нужно с десяток логистических... Сложьте. Я сейчас задам глупейший вопрос. А нельзя ли здесь построить район разведчиков? Вот, логистический район. А что, тут его можно тупо везде построить? И это нам даст? А, нельзя, нельзя, нельзя. Логистический район строится только на хижине, а? На исходящем. Или можно? Что это такое? Это добывающий район. Короче, нельзя. Еще печально. То есть мы можем улучшать его за счет улучшения, но мы не можем с этим ничего сделать. Грустненько, давайте ускоряйтесь, потому что у нас одно ядро осталось, это вообще печально. Вот, тихо, нежно. Не дредноут, не дредноут южнее. Отравим альпинистов. Мы получаем те же 50 тысяч нефти, и наш профит только в том, что рабочие не погибнут. Запомнили и так не делайте. О Нью-Лондоне, скажи, пожалуйста. Нефти на 65 недель. А вот теперь, дёточки мои, мы запускаем этот генератор на форсаж. Избычные форсунки хыдыщ. Шапаха, идите. Форсаж хыдыщ. Хм. Вопрос. Избычные форсунки включены, но в квеста-то не засчитываются. Обеспечить достаточное количество нефти, чтобы получить излишки тепла. Хм. По-моему, нас наобманули. Или им нужно... В смысле, минус 91? Блин, скилл с нефти на одну неделю. Вот это я вас понял. Вот это было зря. Это было очень зря. Понятно, что квест не засчитывается. У нас нет нефти. Хотя мы только что получили... И погодите, что за фигня? У нас только что было 50 тысяч нефти, у нас было до черта недель. Куда оно девалось всё? Вы что, на один запуск форсажа съели, что ли? Ах ты, ёх ты. Кто там писал, что Невер ненастоящий и всё такое, да? Вот вы заметили. А вот теперь Невер настоящий. Ему всё равно в минусе. А значит, что же? Нарушаем своё же решение. Запускаем. Чё? Хрин там запускаем. Добой ещё район недоступен. 600 рабочая сила. Ну, это можно порешать. На жалей вас будет меньше. На добуашке вас будет больше. Ну, да-да-да, уверен, уверен, уверен. У нас... У нас без вариантов, как бы. Тела были извлечены. Здесь нефти нет. Здесь нефти тоже нет. Хватит на 4 недели, но это ух, совсем не ух. Вот серьёзно, только что было 50 тысяч нефти. Куда оно шкакнуло? При ровном на ровном 80 тысяч. Чё, на один форсаж заехал, а и всё? Где нефть, Лебовски? Где моя нефть? Надо будет поискать. Ну, поищем мы, друзья, уже в следующем эпизоде. А пока что маленькая эта грустная пауза. Не забываем про наши телеграм, дискорда, вконтакт. Ссылочка под видео в описании. Всем удачи. До встречи. Увидимся немножечко по паше. До встречи.